Первая волна паводка связана в первую очередь с талым снегом или доходом. В Алтайском крае период снеготаяния для жителей некоторых территорий особенно сложный, как в Михайловском. Географически под угрозой подтопления в регионе 173 населенных пункта. Это порядка 13 тысяч домов. Остаются подтопленными около 70 приусадебных участков и 20-30 домов. А уже освободились от воды почти 2000 участков и 735 жилых домов. То, что касается сегодняшнего дня, по вопросам снеготаяния и таяния льда, мы видим, что в принципе обстановка стабилизируется в Алтайском крае. Но, соответственно, в рамках особенностей климатических и территориальных, все вы знаете, что будет, наверное, и вторая волна. По прогнозам, уровень воды до 17 апреля еще повысится в реках Чумыш в районе Заринска, Чепша в селе Красногорское, а также в главной водной артерии края в районе Камня-на-Аби, где сейчас на все береговой линии сооружают водоотводные дамбы из мешков с песком. Режим чрезвычайной ситуации в крае введен 30 марта. Жителям, которым еще грозит подтопление, следует и самостоятельно принять меры, чтобы снизить возможные потери. В поселке Затон, который страдает от паводка ежегодно, в частном секторе заблаговременно спасают ценные вещи. Домашних животных перевозят на безопасные территории, а сами люди эвакуируются к родственникам или в пункты временного размещения. К острову Шубинский развернули понтонный мост. В регионе пострадавшим уже выплатили материальную компенсацию в 8,5 миллионов рублей. Принято еще 792 заявления на получение выплат. Так подрывные работы проводили на Чумыше в районе Тальменки неделю назад. Борьба с ледяными заторами производится до сих пор, лед распиливают и разбивают. Тем временем в крае остаются перекрытыми 4 участка дороги между Славгородом и Бурсолью, Олейском и Безголосово, Борфорпост и Ракеты, а также между Мамонтово и Крестьянка. Принятые меры против распространения инфекционных заболеваний через питьевую воду. Населенные пункты под риском подтопления обеспечены запасами еды и воды в магазинах. Пока власти держат ситуацию с паводком под контролем и рекомендуют следить за информацией в СМИ всех жителей края. Дарья Ерошина, День с толком. Дарья Ерошина, День с толком.